Метро Голдвин Майер представляет Композитор Адольф Кобп Оператор Конрад Нервик Продюсер Николас Нейфок Режиссер Ричард Торп Я расскажу вам одну историю про край, где выращивают коров Про погонщиков и про близких им людей Я тоже работал погонщиком на стробе, имея при этом только седло Запах, свежевыделанные кожи и мозоли от постоянной езды на лошади Но было время и для развлечений, и даже для любви Это было для меня лучшей работой Хотя иногда приходилось забираться в такие места, откуда казалось не вернуться обратно Но тогда, по молодости, для меня это были всего лишь приключения И в памяти остались только хорошие моменты Мне казалось, что я в центре вселенной Воздух был чист, свеж Единственным звуком был ветер в соснах Наша работа заключалась в выращивании скота Мы постоянно перегонялись тогда с места на место в поисках лучших пастбищ У нас были только молодые бочки Они совершенно не похожи на взрослый скот Очень покладистые животные Год за годом все повторялось Весна, лето и осень проходили без особых проблем Но зимой животным приходилось выживать прямо на снегу Это длилось недолго Через какое-то время человек на лошади возвращался, чтобы перегнать стадо обратно Наступала весна, и они возвращались домой Наш главный погонщик Овен Дейбрайт был очень организованным Он знал свое дело Мы все любили его Он был сводным братом Ли Строби И приемным сыном хозяина Ранч Эта история начинается в день их возвращения из Большого Перегона Смотрите, кто вернулся Привет, Колди Как обычно, виски со льдом Привет, Ли У меня даже ботинки протерлись Это потому, что вы работаете на кое-кого, кто вам дорог Моя жена появлялась за это время Джен заходила пару раз вместе со стариком И как у Арчи дела? Не очень, честно говоря В холодной погоде всегда на него плохо влияет А как Джен выглядела? Послушай, я думаю, лучше тебе пойти домой И самому на нее посмотреть Я уже сам стал похож на корову Не хочу пугать ее До глупости А у вас все дела, доктор, да? Нет, его просто мучает совесть из-за той девчонки Из закусочной Лили? Я даже не знаю имени А что с ней такое? Ничего необычного Небольшие неприятности, которые родились пару часов назад И вы не поедете? Конечно, нет Я не принимаю такие вызовы Если не знаю, кто отец Это мой принцип Не торопись, ковбой Плавно спускайся с лошади Выходи на свет Я посмотрю, кто ты такой Оуэн Оуэн Это ты? Да Опусти ружье Это друг А ты что здесь делаешь? Помогаю Никто больше не пришел Я слышал А как Ли? Соскучился по тебе Говори потише Ребенок спит А это кто? Ее брат Дик Из другого города Он приехал, чтобы найти отца Лили в порядке? У нас гость Лили Привет Лили Маленький принц Такой красивый И такой краснокожий Да Доктор не приехал Джен приехала вместо него Ни о чем не беспокойся, Лили Не сейчас Я действительно считаю, что мне повезло, Оуэн Я бы ни за что не хотела вернуться в ресторан на работу И этот ребенок помог мне принять это решение Я очень благодарна судьбе Еще, конечно, рано об этом говорить Но я постараюсь Чтобы он был счастлив Уверен, что так и будет, Лили Уверен, так и будет Кофе? Кофе? Спасибо Спасибо Почему ты меня разглядываешь? Ты изменилась Кто-то умыл твое личико и купил тебе новое платье Арчи И это мой новый образ Теперь я надеваю платье каждый день Это прогресс А как прошла зимовка? Мы выжили сами и сберегли стадо Вы вернулись первыми из всей округи Наши соседи ничего не слышат от своих уже пять недель Мы скучали без вас Я принес для Лили кое-какие вещи Оуэн Кто отец? Доброй ночи, Джен Остановись на минутку Ты живешь недалеко отсюда? Не очень Кто отец? Это касается только Лили, мне кажется Я все равно узнаю Конечно Узнаю, даже если это будет стоить мне жизни По крайней мере, тебе есть к чему стремиться Кто это был? Один хороший человек Приемный сын отца твоего мужа, да? Правильно Сколько? Пятьсот долларов И эти вещи тоже С чего бы? Ты не прав Он хороший Такого человека больше нет во всей округе Посмотрите Да, обдирает меня еще раз Уже третий раз подряд Безобразие Играет обезение Как-нибудь еще сыграем Я съездил туда Спасибо Отдал деньги и купил еще вещи Большое спасибо Впервые ты действительно мне помог Почему ты не хочешь принять ребенка? А зачем мне это? Я нормально сплю Там была твоя жена Она не догадывается? Мне это страшно представить Конечно же, она все поймет, но Ты сам знаешь На что она Способна Откуда мне знать? Да, правильно Ты даже не представляешь Не представляешь Насколько она хороша В ней есть все О чем только можно мечтать Уже, наверное, поздно Поехали быстрее на Ренчо Стой там, где ты есть Отойди Ты Ты принес Лили 500 долларов Правильно Разве они ей не нужны? Не таким образом Это был не подарок От купна Спрашиваю последний раз Ребенок Твой? Опусти ружье на пол И повернись ко мне лицом Мы еще встретимся Ты решаешь все за меня И мне это не нравится Я разберусь с ним сам, Кан Нет, пока что я здесь шериф Хорошо, Кан Сегодня ты пытался убить меня дважды В следующий раз Если прицелишься, стреляй Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать домой, ребята Как ты, отец? А ты потолстел, сынок Ну, как вы? Хорошо, как нога Ничего особенного Болеть так же, как и последние 20 лет Привет, ребят Привет, мистер Виллоби Это тебе, чтобы погреть кости немного Спасибо, мистер Виллоби Вся та же вода для согрева? Ты что, тоже хочешь? Нет, просто спрашиваю Мы тебя оставим немного Как ваш желудок? Овен, иногда я спрашиваю себя, почему до сих пор не завел кухарку Это сделать не трудно Не начинай старую письмо Арч, эти сигары не могут быть из хитчворка Они купили их в городе И не задерживайтесь допоздна Ну, как все прошло? Спроси главного погонщика Я был замыкающим Тебя жена ждет Чуть не забыл Пойду, посмотрю на нее Спокойной ночи Спокойной ночи, Сэн Спокойной ночи, Ли Вы выглядите усталыми Сезон выдался нелегким Тебе пришлось все взять на себя? Нет, мы работали вместе Послушай, я не хочу, чтобы Джен знала Но я собираюсь уехать Именно из-за нее Похоже, ты что-то недоговариваешь Послушай, я не имею в виду ничего плохого Джен была тебе хорошей дочерью Просто я больше так не могу Ну, если тебе неуютно жить с нами, ты... Я ничего не забываю, Арч Ты сделал для меня все, что мог Подобрал меня просто... Просто бродягой на улице Это было 15 лет назад Я прожил с тобой много времени Теперь мне пора уехать Ты это серьезно? Да, я хочу попробовать свои силы Попытаться встать на ноги Овен, что мне ответить тебе? Я взял тебя в семью ради Ли Я не мог выходить на улицу, чтобы следить за своим сыном Поэтому я принял тебя, чтобы ты помогал мне Я тоже нуждался в тебе Так что ты мне Ничего Не должен Ну что ж, Арчи В любом случае, спасибо за все Доброй ночи Доброй ночи Джен, давай быстрее, выходи ко мне Не знаю, ради чего ты решила вырядиться передо мной Еще пару минуток, Ли Две минутки, это слишком долго Я знаю, это лучше тебя Хочешь сказать, скучала по мне? Конечно Ты красивая Ты правда так думаешь, Ли? Ты говоришь это серьезно? Когда я увидел тебя в первый раз, ты была одета в мужские брюки И ты помог мне измениться Ты и Арчи Это второе платье в моей жизни Своё первое платье я надевала на похороны матери Затем на похороны отца А потом сожгла его Ну, теперь ты стала настоящей модницей Да, по крайней мере, так советуют в руководстве для Лиди Я в жизни совершил немного верных поступков Но один из них, это то, что я женился на тебе И мы будем счастливы, Ли И ничто нам не может помешать Еда готова Последний раз зову Где ты был? Доброе утро, мистер Виллоби Доброе утро Приятно видеть настоящего мужчину в нашей компании Спасибо, мистер Виллоби Настоящий мужчина Да, только он спал бы до вечера, если бы ему не пригрозили Что он останется без обеда Да, если мужчина спит слишком долго, то он может и забыть, для чего вообще он ложился в кровать Мистер Виллоби никогда не забывает этого Ну ладно, ладно Я проспал А что в этом такого? Что такого, что мужчина вернулся домой, спит до обеда, особенно если у него нет жены, чтобы приготовить ему завтрак? Потому что если он привыкнет так долго спать, то потом его жена будет отдавать этот завтрак кому-нибудь другому Ты ешь, не рассуждая, мистер Лив Если я приготовил что-то не то, так и схожи Они начинают тут рассуждать Я очень не люблю, когда за моим столом говорят всякие глупости И каждый раз думаю, что виновата моя кухня Это не так Это совсем не так, сэр Мистер Виллоби, примите наши извинения Принимаю И хватит об этом Как насчет добавки кофе? С удовольствием Вам придется отойти, сэр А вы опять на исполнении долга? Да, мне нужно следить за тем, кто приезжает и кто уезжает Привет, Хаб Я получил твое письмо, неделю назад Я знал, ты приедешь Как Лили С ней все в порядке А это кто? Это закон Вы братья, да? Я собираюсь убить кое-кого перед тем, как уеду Уже решил кого или мне помочь тебе? Я еще не знаю, кто это, но я узнаю Следи за мной, меня зовут Фаскин Где лошади? Здесь, за углом Ребята Фаскин разыскивали Лили Они слышали, что ее приютила одна вдова Миссис Берг Которая жила неподалеку Мы ищем Лили Мы ее братья Я не знала, что у нее такая большая семья Она ничего не рассказывала Наверное, она нас стыдится Только не Лили Она не такая Она в комнате Сейчас позову Не стоит, мы сами пройдем Зачем вы пришли? Причина перед тобой Я не просила вас приезжать Я не просила вас приезжать сюда Мы семья Пусть мы не живем вместе Может, мы даже стыдимся друг друга Но мы семья Мы одна семья Уходи, Хаб Уходи Разве ты не хочешь выйти замуж, как все? Не хочу видеть ни его, ни вас Я обойдусь без вашей помощи В таком случае запомни Я найду отца этого ребенка и отомщу ему Кем бы он ни был Кем бы он ни был Проседлай его Давай, покажи ему Ну что, мистер наездник, получил под зад? Скажи спасибо, что он не легнул тебя Ты же знаешь, что так лошадь не объездит Давай, садись верхом и сделай так, как тебя учили Садись верхом и сделай так, как тебя учили Садись верхом и сделай так, как тебя учили А обязательно лошадь бить? Как трогательно Перестань быть такой глупой В нашем деле любые методы хороши Пойдем Уже все стадо вернулись? Все, кроме миссис Берг Ладно, понятно Приготовь лошадь, надо съездить кое-куда Привет, Лили Привет, Ован Привет, Хьюи Добрый день, мадам Как вы себя чувствуете? Просто прекрасно А что? Да просто интересуюсь Очень за вас рад Спасибо Я просто спросил, почему вы выглядите так хорошо, Лили Очень хорошо Вы сегодня завтракали? Мистер Виллобе постарался Не представляю, как он может готовить, когда у него обе руки были поломаны Время творит чудеса Я пришел узнать, нужно ли вам еще вернуть ваше стадо обратно И вы думаете, что могли бы мне помочь? Да, тем самым обеспечить себе работу Сейчас принесу свои бумаги Спасибо, Ован Похоже, я опять в форме Прекрасно выглядишь, Лили Да И Хьюи так сказал Я просто не могу подобрать слов, чтобы поблагодарить тебя за деньги Правда, не могу Попробуй Мне больно видеть, что ты покрываешь Ли Вообще-то я беспокоюсь о Барче Я знаю, ты всегда заступаешься за Ли Помогаешь ему, берешь на себя его долги Может и так Я думаю о Джен Она много для меня сделала Поэтому я никому не могу сказать Значит, мы будем держать это в секрете Лили, ты должна понять Последнее время я только делала, что боялась Что обо мне люди скажут Как я буду растить ребенка Как нам обоим выжить Но все прошло Я больше ничего не боюсь Я не горжусь тем, что случилось Я была не права Но я больше не боюсь жить Они здесь? О чем вы? Перестань ходить за этим подлецом Почему? Не пострадаешь, если не будешь мешать нам Давай Что вам надо? Помалкивай и увидишь Вперед До свидания, леди До встречи Стоять Значит, ждете старшего брата И почему я только не забрал у тебя ружье, когда ты наставлял его на меня в прошлый раз? Это были твои деньги, скажи правду А что, если и мои? Ребенку нужна фамилия, твоя Еще раз повторить Давай Спусти курок Ты убьешь меня, и тогда убьет тебя, потому что тебя видели Или тебе придется убить миссис Берг и собственную сестру, потому что они видели тебя тоже Давай, спускай курок Перестань Он сейчас так и сделает Не думаю, что не ухватит смелости Опусти полку Опусти револьвер Или мне придется поломать тебе руку Я не знаю, что ты Перестань, Хаб Дик, сейчас же убери револьвер Давай, застрели всех Это всего лишь твоя сестра Ты же должен убить кого-нибудь Осторожно, когда связываешься с нами Хьюи, достаточно Как скажешь, Лили Ну что, Хаб, еще не успокоились? Нет, Овен У меня это хватает забот с ребенком Вы хотите еще и убийство мне добавить? Я отведу вас к шерифу Если ты не напишешь заявление, то я сделаю это Хорошо, Лили, ты права Пойдемте Вперед Пошли Они предлагают хорошее пастбище Нисколько? Они просят 35 тысяч долларов наличными И тут я вспомнил, что ты должен мне деньги Я тебе должен всю свою жизнь Это я помню Тут речь о другом Я узнал, что ты в банке вчера снял с моего счета деньги Но не переживай, я тебе прощаю этот долг Спасибо Просто хотел узнать, почему ты мне ничего не сказал Я всегда забываю, что ты будешь сказать А на что ты потратил деньги? Это нетрудно посчитать Сколько он снял? 500 долларов С золотом Наверное, у тебя карманы заметно потяжелели Мне пора идти Надо подготовиться к работе Джен, там еще сливки остались? Простите Ты все равно не поверишь, куда я дел 500 долларов, да? Конечно же нет Дорогая, есть определенные вещи, с которыми тебе придется смириться И мне совсем не нравится, что Арч вмешивается во все, что происходит Конечно, и я могу понять, почему ты не хочешь, чтобы он знал 500 долларов Большая сумма Мне бы тоже не понравилось, если бы их сняли с моего счета, но... 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 Перестань, Ли Перестань, я знаю все о тебе и Лили Я понял, что ты подумала Дорогая, я снял 500 долларов, чтобы помочь Оуэну Я не хочу, чтобы Арчи или еще кто-нибудь знали об этом Но, чтобы не расстраивать тебя зря, мне придется сказать тебе правду Знаешь, у Оуэна получились неприятности с Лили Единственное, что я мог сделать для него, это... Ну, ты знаешь, как я переживаю за Оуэна Единственное, что я мог сделать для него, это... дать ему... Деньги Ты обманщик Ты подлый, мерзкий обманщик Вы все одинаковые Ты, Арчи Ли Может быть, ты и права Вы все одинаковые Я устала Я ухожу Успокойся Подожди Те 500 долларов, что ты принес Лили Я знаю, откуда они взялись Послушай меня, Джен Когда ты принес деньги, когда дрался с братьями Лили Ты все знал о ней, и о Ли, и о ребенке Это не совсем так, я просто не хотел Почему ты не можешь быть самим собой? Это небольшое недопонимание Наверное, все люди ссорятся Я ненавижу его Джен Мы с тобой примерно в одинаковом положении Арчи – это единственная семья, которая у нас есть С ним мы и должны остаться Поэтому я прошу тебя, не уходи Но что я могу? Что я могу? Просто останься Ради Арчи Хорошо, я останусь Но не более Доброе утро, мистер наездник Ован, кто это на тебя напал? Парочка негодяев Братья по фамилии Фаскин Фаскин? Что, оба? Родственники Лили собираются Они знают? Ты все еще жив? Думаешь, они смогут узнать? Какое-то время нет Шериф арестовал их Насколько? На неделю Но они вернутся Кто им скажет? Если только Лили Но она не собирается Хотя они упорны И что мне теперь делать? Тебе ничего не остается Давай подождем Есть только один путь Забирай Джен и уезжайте Уезжайте подальше Начните все заново Потому что как только это станет известно Тебе не жить Конечно Это лучше, чем быть застреленным Если я уеду Ранчо будет твоя Это не заставит тебя думать по-другому Но чтобы этого я больше не слышал Хорошо Больно? Когда-нибудь я отомщу тебе за это Вы ведь скоро собираетесь в большой зимний перегон И чтобы все прошло успешно Вам понадобятся помощники Для быстрого передвижения Предлагаю вам лошадь, которая быстрая, как стрела И причем по прекрасной цене Только посмотрите на эту прекрасную кобылу Звучит заманчиво, но интересно, какая именно эта цена А какие у вас предложения? Думаю, 12 сотен Как ты считаешь, Ли? Я думаю, во сколько тогда обойдется перегон? Ну, в смысле, вместе со всеми остальными кобылами? Нет, Рун, я пас Ну ладно, кто-нибудь еще Убедит эту рухлядь Хорошо, хорошо Мне есть товарь получше Вот Крабчатый Только посмотрите Предлагайте цену Дай-ка попробовать Откройте ворота, ребята Дай-ка попробуйте Она скоро сдохнет Послушайте, как она дышит Да в чем дело? А что, от этого вздыхают? Овен, ты должен знать, как нужно обращаться с лошадью, чтобы не загнать ее А ты чуть не ускакал на ней в долину Я тут ни при чем Это все она Хотела подышать свежим воздухом Без комментариев Как хотите Не хотите, не надо Ты уверен? Не могла не дышать какое-то время? Поводи ее отсюда Интересно, как дела у братьев Фаскин? Какая тебе разница? Давай зайдем к ним на минуточку Зайди за мной, тогда в салон Овен Как дела? Все спокойно Как ты? Тоже спокойно Не хочешь с нами в перегон? Только не я Я сплю в мягкой кровати каждую ночь Да и чем я могу помочь? В перегоне Я принес для Фаскинов угощение Тогда просунь его им за решетку Они его не заслужили Открыть решетку? Нет, спасибо Слышал, судья посадил вас на неделю Судья? Вонючий кусок правосудия Может быть, в следующий раз нам удастся поговорить более достойно? Мне не понравилась наша прошлая встреча В следующий раз Мы не будем раздумывать Послушайте У Лили все нормально и без вас Оставьте ее в покое Только к ней нельзя обращаться месяц Пока что Такое бывает Только не с нашей сестрой Ну, если вы все еще не успокоились То вас придется выслать из города Когда вас отсюда выпустят, шериф посадит вас на поезд И если после этого вы посмеете вернуться в город снова То вернетесь прямо сюда Только уже на шесть месяцев Не надо меня пугать Мое дело предупредить А у вас здесь будет время подумать Кстати, я решил поехать в перегон с тобой Это не так просто, Ли Это не то, что можно бросить на полпути Давай поговорим об этом, когда вернемся обратно Об этом нужно думать сейчас Подожди Видишь шишку на том дереве? Попал Откуда такая прыть? Как ты прицелился так быстро? Практика Можешь тоже попробовать Нет времени Посмотри, Ли Наш старый лагерь Да Помнишь, как мы катались там, на горке? Я помню, как Арч поймал нас с выпивкой в первый раз Все было так интересно тогда Парочка глупых пацанов, которые играли с индейцами Было здорово, правда? Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Арч Доброе утро, Ли Кажется, я потолстел Ну как, купили лошадей вчера? Он пытался подсунуть нам каких-то полудохлых кобылок Но Овен разблочил его Мы найдем вам хороших лошадей Арч, я много думал прошлой ночью Давай выйдем на улицу Ты мне расскажешь, о чем ты думал Давай выйдем Все началось с того, что я увидел лошадь, которую хотел бы купить Я уже начал договариваться о цене А потом вспомнил, что у меня денег-то нет Но ты всегда можешь взять деньги, чтобы купить лошадь А что, если я захочу купить не одну лошадь, а много? Речь о том, что мужчина в моем возрасте, имея жену отца, которому принадлежит половина земель в округе Не может купить лошадь, потому что ему надо спросить у папы Послушай, Ли Ты должен доверять мне Это уже в прошлом, Арч Ты был прав, но с этим покончен Я хорошо помогал тебе, ведь правильно? Я же помогал? Ну да, конечно Думаешь, я хорошо разбираюсь в нашем деле? Может быть, не так хорошо, как ты, но достаточно для того, чтобы заработать на этом Но, конечно же, тебе нужно больше денег, чтобы начать бизнес Послушай, я скажу тебе Когда ты женился на Джен прошлой осень, я подумал, что это очередная глупость, как и все остальное Но я был неправ, Джен оказался иной, ты правильно сделал, поэтому я и разрешаю тебе распоряжаться моим счетом Нет, Арч Это слишком просто, я хочу Распоряжаться ранчо и всем остальным Но я хочу И еще кое-что Чего ж ты хочешь? Я хочу быть партнером и владельцем части ранчо Арч, я хочу владеть чем-то Я женился, я степенился Здесь я буду жить, растить своих детей и здесь умру Здесь я возьму заботу о твоем имении Когда ты, ну, понимаешь Сам захочешь этого Я здесь не просто, чтобы заботиться о тебе Здесь мой дом, Арч Я твой сын Я тоже думал об этом Больше, чем ты Намного больше, чем ты Ты моя кровь У меня перед тобой долг Ты мне ничего не должен, Арч Должен С того самого дня, как умерла твоя мать У вас с ней много общего, Ли Я тогда не знал, что будет без нее Но у нас-то все хорошо Сегодня поедем в город, и я подпишу бумаги И половина ранчо станет твоей А моя половина Отойдет, Оуэну Гамильтон Первая буква H Лили Как слышится? Чувства Третья В, последняя У Фрэнк Питер Короткая Э Фрэнк Мартин Минутку Длинная Две буквы F Да, правильно, две F Зачем тебе только голова дана? У нас с тобой просто разные мышления Ты знаешь, грамоту лучше, зато я могу двигаться быстрее Ну, как ты справился, Оуэн? Привет, Хьюи Я только что вернулся с холма Я пытался найти остальных лошадей Но я проверял сегодня утром Они все были на месте Я видел там какие-то следы подковы Они еще видны Могу точно сказать, что уже прошло несколько часов Я пытался пройти по следу Но ничего не получилось, потому что они все время петляли И один я мог уйти слишком далеко Ты хотел забрать их сегодня? Да, завтра утром Но теперь их нет Наверное, кто-то из наших погонщиков решил пригнать их сам Нет, следы ведут в другую сторону Ты следовал за ними? Насколько смог Попробуем еще раз, Хьюи Я поеду с вами, только возьму свой револьвер Хьюи, лучше захвати Оуэна тоже Вот он след Видите, две впадины на подошве Как они расположены? Наверное, так мы сможем Узнать Лошадь Две лошади, четыре жеребенка Похоже, они шли прямо какое-то время Чтобы запутать следы, они разошлись здесь Хорошее место, чтобы перейти Если они собирались переходить Давайте перейдем на ту сторону Только одна лошадь вышла здесь из воды Я был прав Это лошади и жеребята Мы с Ли пойдем вверх А ты, Хьюи, пройди вниз Хорошо Похоже, здесь они развернули лошадь обратно Не забывай, они были жеребятами А вот здесь они остановились Здесь живет Хербеккет Давайте пойдем, спросим Ну вот и они, двое Вам чего-то надо? Четыре жеребенка Они многим нужны Вы что, хотите купить? Подойди, Херб Видишь этот холмик? Мы видели именно такой след Кто был на этой лошади? Никого не видел Здесь еще один Свежий Что скажешь на это, Херб? Что скажу на что? С помощью этих двух лошадей Ты украл четырех наших жеребцов Послушай, ты что, сможешь доказать, что здесь есть твои жеребцы? Если нет, то не о чем говорить Забирайся на свою лошадь и проваливай отсюда Херб, я понимаю, что это ты украл у нас жеребят И уже продал их Но не могу доказать этого Поэтому я смогу сделать только одно Я собираюсь показать тебе, что бывает с каждым, кто ворует из нашего стада Ты ранил меня своим ножом, Херб А как ты сражаешься без ножа? С каждым, кто ворует из нашего стада С каждым, кто ворует из нашего стада А теперь мы заберем своих жеребцов. Ты не прав. Ты можешь попасть в тюрьму за кражу его скота. Ты говоришь, как продажная шкура. У тебя есть свои представления, и у меня тоже. Если мы сделаем это, то попадем в тюрьму. Ты со мной, Хьюи? Ты все еще главный. Вы собираетесь избить меня, а потом еще и к шерифу идти? Подумай сам, Херб. Я разве в тебя стрелял? Или я выстрелил и попал тебе в руку? Или я ворую твоих жеребцов? Я в этом участии не принимаю. Он вас заправил. К сожалению, это так. Назначь хорошую цену за свое оскорбление, Херб. Меня нельзя купить. Это разве не стоит 250 долларов? Хорошо, договорились. Но с ним я еще не закончил. Пока я могу держать оружие в руках, я с ним еще не закончил. Убью. Поехали со мной в город, я заплачу тебе деньги. Я не смогу скакать на лошади с такой рукой. Мне нужно рану завязать. Что ты не танцуешь сегодня, сынок? Я сегодня пил, мистер Вилби. Жаль, что брата твоего нет. Он бы это не допустил. А ты видел Оуэна? Он не пошел. Они с Джен остались дома. Слишком туго? Чем туже, тем лучше. Похоже, в последнее время у тебя слишком много неприятностей. Неприятностей? Ты же ни при чем, правда? Ты можешь прекратить все эти разговоры про тебя и Лили? Мне все равно. Не хочу обижать Лили. Верно. Давай, позволь, я помогу тебе. Спасибо, Джен. Ты не сможешь решить эту проблему с Лили сам. Ли на самом деле... Я желаю поговорить с Джен наедине. Подожди, Оуэн. Останься. Чего ты хочешь? Я уезжаю утром надолго. Большой перегон. Меня долго не будет. Я знаю об этом. Я должен с тобой попрощаться, ведь так? Тогда до свидания. Нет, нет, не так. С меня хватит. Оставь меня в покое. Понятно. Легко отвергнуть одного мужчину, когда под рукой есть другой, чтобы занять его место. Ты не прав ли? Не потеплю двойного предательства. Не хочу видеть ни тебя, ни Джен. Прости, что тебе пришлось увидеть это. Как я могу помочь? Мысль, что ты есть, уже помогает. Если бы я мог сказать все... То что бы ты сказал? Я не имею права это сделать. И это очень тяжело. КОНЕЦ Чего тебе? Хочу поговорить с тобой. Как рука? Болит. Садись. Все еще болит. Думаю, ты не собираешься простить это Дейбрайту. Мы на это посмотрим. Да, и братья Фескин тоже выходят из тюрьмы скоро. Да, и скорее всего продолжат искать папу. Я помогу им понять. Он уедет в ближайшие несколько дней. Да, его не будет. Большой перегон. Они могут его там и настигнуть. Если они попробуют преследовать его на перегоне скота, то их тут же поймают. Для того, чтобы они смогли исполнить свой долг, у них должно быть письмо от погонщиков и еще чья-нибудь помощь. Например, скажем, твоя. Дейбрай, это ни за что не позволит им приблизиться. Конечно, нет, если они зайдут со стороны западного стада. Но если они присоединятся к восточному стаду, покажут твое письмо, то их примут, а я буду там погонщиком. Скорее всего, главным погонщиком. Восточное и западное стадо сливаются в конце перегона, ведь так? Да. Да. Чтобы завершить начатое. Ты же понимаешь, что наши счеты с ним намного больше. И тебя он так сильно избил. Тебе же больно. Да. С меня достаточно. Джонс, западное. Кьюи, ты со мной. Стюм Миллер, западное. Орф, ты в восточном. Какие новости? Все прекрасно. Где был вчера? Покупал бычков. Хорошая цена? 250 долларов. За всех? Да. Я решил последовать твоему совету, Ован. Я уеду отсюда. После этого перегона. Начнешь все сначала. Будешь работать на себе? Да. Примерно так. А как же Джин? Я позову ее, когда устроюсь. И она приедет. Следующим утром они тронулись, как только взошло солнце. Но у нас было плохое предчувствие. Какая-то тоска затаилась в сердце, словно предсказывая что-то недоброе. Кажется, они только что вернулись с зимнего большого перегона. И вот мы снова их провожаем. Как думаешь, в этот раз нам будет их трудно ждать? Вам придется ждать одному в этот раз. Что случилось, Джен? Это касается ли? Я не хочу говорить об этом, Арчи. Говоришь так, как будто все кончено. А все и есть. Окончательно. Я собиралась уехать, не сказав вам. Что случилось, Джен? Как я могу помочь тебе? Вы всегда заступались за него. Так оно и было. До этого момента. Может, в этом и проблема. Может быть, это моя вина. Может, ничего и не вышло бы. Я не нахожу себе места, хотя раньше мне было здесь так хорошо. Мы никогда не врали друг другу. И ни к чему начинать сейчас. Ты хочешь убежать от Оуэна, потому что он любит тебя? Ты хорошая женщина, Джен. Ты заслуживаешь хорошей, спокойной жизни. Но если ты сбежишь сейчас, то тебе придется провести остаток жизни в воспоминаниях о прошлом. Дождись, пока они вернутся. Оуэн посоветовал мне то же самое. Это хороший совет, Джен. Весна для погонщиков – это возвращение домой. Зима позади. И теперь главное – это вернуть стадо домой. Перезимовавшее, оно подросло. Теперь у очков появились рога, они подросли и прибавили в весе. Я был сован в западном стаде. Мы много работали. Время мы мерили не днями, а зеленеющей травой. Но все было хорошо организовано, и перегон прошел гладко. Садитесь. А как же наши ружья? Садитесь, я положу их на заднюю платформу. После того, как поезд тронется. Ты кого-то убить собирался, помнишь? Я не передумал. В следующий раз? Верно. Я буду следить. Вас обратно не ждут. Что тебе нужно? Я ваш друг. Я слышал, вы разыскиваете Дейбрайта. А тебе какое дело? У меня свое дело. Оно связано с очень быстрым перегоном скота на большие расстояния. В основном в плохую погоду и ночью. Дейбрайт мешает мне. Почему бы тебе самому с ним не разобраться? Ничто не должно мешать такому человеку, как ты. Мне самому? Нет. Я как раз ищу людей, которые помогли бы мне выполнить эту задачу. Ты их нашел. План такой. У них сейчас большой перегон, я могу вас туда устроить перегонщиками без проблем. И потом у вас не будет особых проблем с тем, чтобы найти его. Продолжай. Этот поезд перед следующим поворотом будет ехать очень медленно. Мы тогда спрыгнем, я уже приготовил три лошади для нас. Дейбрайт удивится, когда увидит нас. Да. Давайте. Нам пора. На противоположном склоне горы Ливилл, восточное стадо. Орф. Кажется, к нам присоединились местные. Пусть они отвечают за часть миссис Дженкинс. Хорошо. Возьмите на себя эту часть. Возьмите эту часть. Пусть она побери. Кажется, миссис Дженкинс. Добро п permeisel puts. Есть рано. Ли! Ли! Разберись, чего они хотят? Тут добро! Кажется, я ее нашел. Я сразу узнал, что это моя. Доволен? Доволен. Она ваша, ребята. Ну, что такое? Это их. Видел тех ребят, которые хотят к нам присоединиться? У них есть записка. Сказали показать ее тебе. Да, они могут остаться. Нам разве нужны еще погонщики? Да, пусть останутся. Хорошо, я поселю их в твою повозку. Нет, нет. Кто-то из наших ребят хотел с ними поселиться. Ну, если так, я поселю их с Вистли. Нет, этого делать не стоит. За ними надо присматривать, на всякий случай, чтобы не нарушать порядок. Лучше всего посели их с кем-нибудь, кто их совсем не знает. Но только подальше от меня. Я тебя понял. У стада Ли была такая же задача. Они поднимали с утра стадо, разгоняли по полю и подгоняли в нужном направлении. Посмотри, как они выросли. Представляю, какими они вернутся домой на ранчо. Да. Похоже, у нас будет большая прибыль. Ардж станет богатым человеком. Ты тоже? Ты же его партнер теперь, да? Правильно. Я чуть не забыл. Когда вернемся из перегона, я получу свою зарплату, хочу уехать куда-нибудь из Техаса. Поезжай сразу в Монтану. Да, к тому времени, как мы вернемся, в Канзасе заведется какая-нибудь новая лихорадка или другой карантин. Если соберешься в Нью-Мехико, то может случиться то же самое, поэтому предлагаю тебе остаться в Техасе и жить спокойной жизнью. У тебя, наверное, мозги совсем зажарились. Я думаю, что если я куда-нибудь поеду, то наберу с собой чистого воздуха из Техаса и буду дышать им до Монтаны. Дэн Аллен Сколько вы хотите? 14. Желательно наличными и сразу. 14. Договорились. Мне будет необходимо попасть на Телеграф, и я рассчитаюсь, как только смогу обналичить чек на 14 тысяч долларов. Прекрасно. Что хочет горячий кофе? Спасибо, мистер Виллоби. Почему бы мне не купить на свои деньги прекрасный магазин, в котором не будет протекать крыша? Потому что это будет неинтересно. Да, и всю грязь можно смыть. Ну, конечно. Чем можем помочь вам? А вы кто? Западная или Восточная стада? Западная. Меня зовут Аллен. Дэйбрайт. Спасибо. И мне еще нужна лошадь. Мне обязательно нужно добраться до города за одну ночь. Давай, Хьюи. Дай ему хорошую лошадь. Куда направляетесь? Я из Восточного отряда. Мне нужно на Телеграф. Так срочно, что отправились в дождь? Мне нужно снять деньги. Я не знаю, дадут мне их или нет. Надеюсь, на Телеграфе оценят ваш подвиг и вы дадут деньги. Хьюи, седлай лошадь. Этот человек хочет отправиться сразу, когда пьет кофе. Это ваше тавро? Да. Я только что купил ваше стадо, поэтому мне и нужен Телеграф, чтобы получить деньги и заплатить за скот. Что? Наверное, вы ошибаетесь, мистер. Вы относитесь к ранчо Строби? Да. Правильно, 3000 голов скота за 14000 долларов. Строби мне их продал. Он их уже мне продал. Но он не может их продать. А что, с ними что-то не так? Все в порядке. Все в порядке. Ну что ж, спасибо за все. Не знал, что у него был такой план. Для этого он и захотел стать партнером. Ну, конечно. Чтобы продать стадо и получить деньги на новую жизнь. Чего ты боишься? Я за него отвечаю. Ты всегда за него заступался. Если ты предан человеку, ты предан всему, что с ним связано. Даже его ошибкам. Даже его сыну. Ты говоришь о Барче. Я тоже испытываю такое чувство к одному человеку. К Лиле. КОНЕЦ КОНЕЦ День за днем. Час за часом два отряда приближались друг к другу все ближе и ближе. Как и Оуэн и Ли. И вот они встретились. Всего в часе езды отсюда. Восточный отряд прямо за этим холмом. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет, дружище. Доброй ночи. Как ваши успехи? Все в порядке? Да, скоро все закончится. Я возьму лошадь. Ли здесь? Да, Ли. Оуэн. Как дела? А ты как? Я так рад. Ну? Сколько у тебя? Две тысячи голов. Хорошо. У меня чуть больше тысячи. Ну да, ты же уже обещал продать три тысячи. Ален сказал. А кто такой Ален? Человек, которому ты собрался продать стадо. Правильно. И что дальше? Это будет новость для Арчи. Потому что, насколько я слышал, он собирался увеличивать поголовье, а не продавать. Мы уже ударили по рукам. Но ведь я все еще главный погонщик. А я партнер. Вы все получите свою долю. Не забывайте. И это не мое дело. Твое дело это не вмешиваться в мои дела. Пока ты не собираешься украсть у Арчи его стадо. Я же все понимаю, Ли. Послезавтра мы уже должны вернуться домой. Это будет большим разочарованием для старика. Тебе лучше сказать Алену, что ты передумал. И забыть об этой идее. А я тебе говорю, не вмешивайся в мои дела. Подожди, Ли. Я что-то не понимаю. Ты же не думаешь, что так будет лучше всем, да? Развяжите корову. Оуэн! Послушай, я тебе что скажу. Я спустился немного по речке, где стоят крайние вагончики. Тебе ничего не говорится? Что? В одном из этих вагончиков я видел этих двух ребят. Эскинов. Ты уверен? Это точно. Я подошел близко к ним. Они разговаривали с остальным отрядом, как простые перегонщики. Ли знал об этом и не сказал ничего. Что-то здесь нечисто. Он ведет себя не так, как положено. Оуэн! Знаешь, я еще раз подумал об этой сделке. Возможно, ты был прав. Да. Да, а я был неправ. Как хорошо, что у меня есть ты, чтобы поправить, когда нужно. Я рад, что ты передумал. Да. Я собираюсь поехать на телеграф и попытаться остановить Аллена до того, как он успеет снять свои деньги. Хорошо, скачи быстрее. Хочешь поехать со мной? Здесь еще очень много дел. Будет выглядеть убедительнее, если ты будешь рядом. Хорошо, я предупрежу Ника, что мы уехали. Мы с Ли поедем на телеграф. Скоро вернемся. Хорошо. И запомни, мы не стреляем до тех пор, пока они не подъедут близко. Да, я помню. Похоже, это наша последняя поездка вместе, Овен. Я пытался немного ускорить этот момент, продав стадо, но не смог. Но все равно я уеду. Помнишь, я говорил тебе, что собираюсь уезжать? Да. Я делаю тебя победителем, Овен. Я оставляю тебе все, что у меня есть. Арч, Ранчо, Джен, Все, все твое. Мне ничего не надо. Ты хорошо подумал? Много лет ты пытался учить меня тому, что хорошо, а что плохо. Ты очень четко объяснил мне, что мне стоит уехать подальше и начать все сначала. Мне, конечно, грустно с тобой расставаться, но не более того. Может быть, это от того, что нам было весело вместе. Да, это верно. Ты помнишь тот день, когда Арч впервые отвез нас в церковь? Да. А я там играл в карты с местными ребятишками. Да, я помню, ты выиграл у них пять партий подряд. Правильно. И в тот день я понял, какое это удовольствие стрелять из револьвера. Да, нам есть что вспомнить. Я скучаю по этим временам. Я тоже. Не важно, сколько тебе лет, но есть определенные моменты, которые невозможно забыть. Я рад, что ты это сказал, Овен. Я буду помнить эти слова, когда тебя не будет рядом. Я буду помнить эти слова, когда тебя не будет рядом. Бог! Бог! Я ratios! Всё! Спас qualify в сбор. Б��! Бог! 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 Ну, где Овен? Поехал на телеграф вместе с Ли. Вы это слышите? Похоже, у них проблемы. Скачи туда быстрее, парень. Обойди камень с другой стороны. Постарайся пройти незаметно, и я прикрою. КОНЕЦ 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 Выходи. Или я вытащу тебя сам. Вот и вся история, Арчи. Да, это происходило у меня под носом, Оллен. Я не хотел это замечать, я обманывал себя. И обманывал, чтобы не расстраивать меня. Это не ты убил его, это я его убил. Много лет назад. Я понимал, к чему это может привести, но надеялся, что все изменится. Как же я ошибался. Я должен сказать, Джен. Я сам. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok